Всем привет, вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь. Еще у меня есть жена Насенька, в инстаграме вы сможете найти в описании под этим видео. Еще у нас есть двое детей, Артемка и Родион, и вот таким составом мы путешествуем по миру. И совсем недавно мы переехали жить в Сочи. Сколько мы тут будем жить, не знаю, но пока нам не надоест, мы точно будем тут. И тут на ум приходит та самая поговорка, что переезд хуже пожара. Действительно это так. И вообще, сколько нужно денег, чтобы переехать жить в Сочи, чтобы переехать в самый теплый город мира? Ну да, с миром я, конечно, точно погорячился, но вот в России Сочи действительно самый теплый город. Эх, не походу самый дорогой. Итак, сколько нужно денег для того, чтобы сюда переехать? Алло, Саня, здорово. Слушай, а подскажи, пожалуйста, ты когда в Сочи переезжала, сколько тебе обошлось? Переезд сколько обошелся? В смысле, нисколько? Автостоп? Не-не-не, братан, у меня двое детей, какой нахер на автостоп? Мне это точно идея не подходит. Ладно, давай, ага, пока-пока. Ноль. Алло, Диман, здорово. Слушай, ты когда в Сочи переезжал, сколько тебе обошелся переезд? Полтос? Слушай, ну это нормально, нормально, да. Самолета? Ага. Я тебя понял. Ладно, все, давай, спасибочки тебе большое. Ну у него полтинник. Сейчас еще одному наберем. Алло, дядя Максим, здрасте, как ваш ничего? Ага. Слушайте, а вы когда в Сочи переезжали, сколько вам обошелся переезд? А-а-а. Я понял, понял. Ну это потому, что вы основательны. Ага, ага. Все, 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 я понял, понял. Ладно, хорошо. Ага, спасибо. Давайте, до свидания. У всех абсолютно по-разному. Че делать-то? Давайте разбираться. У меня есть еще один знакомый, но ему мы звонить не будем, потому что он относится к четвертой категории. Что за категории? Давайте разбираться. Если быть честным, ребята, то в Сочи мы переезжаем уже аж второй раз. Второй раз в Сочи. И вы знаете, эти два раза, они были по-разному финансово затратные. Я был в Сочи уже один, без семьи. И тут в 2018 году мы поехали все вместе, вчетверо. Мы купили очень дешево билеты и очень дешево сняли отель. Нам что-то вся эта история обошлась... Блин, вертолеты, да? Обошлась в 1020. Но зато прожрали мы 1150. Так, плюс-минус. Ну, короче, как вы поняли, мы пожрать любим. И вот в 2018 году мы как-то выходим из отеля и видим этот потрясающий вид. Краснополянские горы, вот эти заснеженные шапки. И Настенька мне такая говорит, мол, давай поедем. На экскурсию съездим на Красную Поляну. Тут я говорю, да не, Настенька, надо туда поехать и пожить. И вот 2019 год, весна, Москва, конец апреля. У Артемки адская аллергия на цветение, чешутся глаза, чихает, кашляет. И я принимаю решение, что нужно собирать срочно вещи и уезжать. Куда? В Сочи. Куда именно ехать и где именно жить? Не было никакого понимания. Это был такой открытый вопрос. И скажу больше, когда мы туда приехали уже, в день, когда мы туда приехали, этот вопрос, он также оставался с нами. Но побережье, само побережье в Сочи мы сразу отмели, потому что конец апреля, у них вот-вот начнется сезон, и цены сразу взлетят до небес. Поэтому мы поехали в горы. Итак, по своей практике я делю переезды на 4 вида. Первый. Это когда ты холостяк, тебе надоело жить там, где ты сейчас живешь. Ты просто собираешь все свои накопленные носки и переезжаешь в Сочи. Добраться до Сочи, как вы поняли из истории нашего вымышленного героя в начале выпуска, можно совершенно бесплатно, автостопом. Ну, это не для каждого история. Также вы можете добраться до Сочи, пользоваться сервисом поиск по путчикам. Это тоже будет стоить копейки. Но если вы располагаете какими-то хотя бы деньжатами, то покупаете на самолет билет. Это стоит порядка 2-2 500. Зависит от даты, когда вы хотите полететь. И welcome to Sочи. По приезду вам нужно снять, конечно, жилье. Средняя цена здесь на жилье, на маленькую студию, это примерно 15 тысяч рублей. Ну, плюс-минус километр. Но вы должны учитывать, что когда вы приедете, вам нужно заплатить за первый месяц, за последний. Где-то это будет еще страховой депозит, а где-то еще и процент риэлтору. Поэтому с этим тоже повнимательней. А можете вообще остановиться в первый месяц в какой-то гостишке и найти более подходящее для вас жилье. Соответственно, если вы располагаете большей суммой, а не 15, то вы можете снять гораздо дороже жилье. Либо, если не располагаете, то и подешевле. Можно найти. Все зависит от района, в котором вы выберете для себя жилье. Ну и, соответственно, от дома какого он класса. Если ты холостяк, скорее всего, у тебя вещей будет немного. Один портфельчик, либо одна сумка и, может быть, пару пакетов. Поэтому никакие дополнительные услуги тебе не потребуются. Сам допрешься в рюкзак. Ну и, конечно же, не забываем, что в первый месяц мы закладываем какую-то сумму на еду. Я считаю, что для холостяка десятки достаточно. Ну и если ты там не шихуешь, да, вот в среднем это десятка. Если не согласны, напишите ваш вариант в комментариях. Очень будет интересно почитать, сколько вы бы потратили, если вы холостяки, если вы тем более переезжали. Итого, переезд первого варианта обойдется в среднем 43 тысячи рублей. Это вот плюс-минус. Все зависит от ваших индивидуальных потребностей. Итак, друзья, второй вариант – это когда вы парень с девушкой, либо муж с женой. Возможно, у вас даже еще есть детишки. И вам нужно переехать из Москвы в Сочи. В этом случае 100% у вас будет достаточно большое приданное, но не прям гигантское, но ему будет достаточно, по себе знаю. Вы собираете все свое барахло. И сдавать в багаж дорого, если вы полетите на самолете. Либо, если вы едете на машину, то вашу маленькую, например, Kia Rio, это просто не влезает. И тут на помощь приходит наша компания. Компания называется SB Logistic. Мы занимаемся переездами, доставкой груза без терминалов. Соответственно, к вам приехала машина, вы в нее погрузили, и через три дня она вам вручает ваши вещи в Сочи. Эта же машина, этот же водитель. Никаких терминалов, никаких перегрузов. Это значит, что возможность, что что-то потеряется, она сводится к вообще, к такому минимуму. Поэтому, если вы решили переехать, и у вас вот столько вот бакажа, никуда не залазит и не влазит, обращайтесь. Ссылочка будет в описании. Заполняйте форуму, либо напишите мне напрямую в Инстаграм, мы с вами свяжемся, и вас перевезем. Цена на перевозки Москва-Сочи начинается от 7 тысяч. Все зависит, откуда мы будем забирать и куда мы будем доставлять. Ну и, конечно же, от габаритов вашего всего объема, накопленных вами приданного. Если вы едете на машине, то, скорее всего, на какой-нибудь Kia Rio у вас на бензин уйдет, ну, плюс-минус 5 тысяч рублей. Если вы летите на самолете и вас вдвое, то, ну, где-то тысяч 7 на самолет. По приезду вам нужно снять, так же будет, квартиру, но... Тут гонки проходят. По приезду, в общем, вам нужно будет снять квартиру, но, конечно, уже студия вам вряд ли подойдет, если у вас дети, то надо что-то рассматривать побольше. Побольше это где-то порядка 25-30 тысяч, тоже, да, все зависит от вашего бюджета. Соответственно, от района все то же самое, как я говорил выше. На еду, если вас вдвое плюс дети, я думаю, что нужно заложить, давайте так, от 20 до 30 тысяч, я думаю, нормально устроит. Если нет, то напишите ваш вариант, конечно же, в комментариях. Они открыты для всех, пишите свое мнение. Ну, и, конечно же, не забываем про квартиру, что, так же, как и выше, первый, последний, депозит, процент, все это также у вас останется. На детей скидки не делают, и скажу больше, что с детьми маленькими снять еще более проблематичную квартиру. Итого, на подобный переезд у вас, если вас вдвое, либо у вас дополнительно есть еще детки, то у вас в среднем уйдет порядка 75 тысяч рублей. Если вы переезжали, пишите в комментариях, сколько у вас ушло на такой переезд. Дальше, ребята, третий вариант, это те люди, которые серьезно уже переезжают, то есть они продали свою недвижимость, например, в каком-нибудь Челябинске, либо в Москве, да, и погнали, сожгли все свои мосты, плюнули, и welcome to the Shosti, где тепло, хорошо, точно нет никаких морозов. Скорее всего, эти люди, они здесь уже, они сюда слетали, посмотрели, купили здесь уже квартиру, и пакуют все свои вещи, их действительно будет очень много, потому что такой дельный, качественный, большой, огромный, я бы сказал, переезд. Для таких категорий людей наша компания тоже приходит на помощь, мы предоставляем уже непосредственно большие машины, то есть полноценные, отдельные, все зависит от ваших объемов, это может быть газелька, газон, пятитоник, а иногда еще и фура. Да-да-да, если ты не такой, знай, что есть и такие, которые переезжают полноценными фурами. В общем, у этой категории людей совершенно другие бюджеты, не такие, как у первой и у второй категории, там все гораздо выше, и ценники начинаются от 150, и выше все зависит, да, какое будет расстояние, и, соответственно, какая машина будет ставиться на погрузку. Так же и на еду у них будет уходить, все зависит, либо это два человека, либо это большая уже полноценная семья. Короче, здесь расходы гораздо-гораздо выше, но в среднем я вам ценник озвучил. Ну и, ребята, четвертая категория тех людей, которые переезжают, это некие военные, госслужащие, ну и им подобные люди, я их называю приближенные к очку императора. В общем, этим людям, как правило, скорее всего, все оплатят, то есть им оплатят переезд, им оплатят аренду жилья, но их не накормят. Но это, кстати, не точно, возможно, и накормят. Но смысл в том, что наша компания таким людям тоже предоставляет услуги, потому что мы предоставляем полный пакет документов закрывающих, то есть они там предоставляют какие-то свои справки, да, всю эту отчетность, сколько денег они потратили, и им возвращают каждый потраченный рубль. Здесь про бюджеты говорить очень-очень сложно, потому что кто-то там контейнер везет, кто-то фуры повезет, но смысл в том, что они-то как бы сейчас заплатят, но им эти деньги все вернутся. Поэтому давайте в этой категории людей мы про бюджеты говорить не будем. Так вот, ребята, мы относимся ко второй категории граждан-переезжающих. Что в 2019 году мы переезжали, что в 2020 году мы переехали в Сочи. Вещей у нас достаточно, но в основном барахло мы с собой не берем, мы его либо продадим по-быстренькому, либо вообще просто выкинем, либо там вот оставили очень много всего. Как бы здесь есть что купим, потом распродадим, либо также выкинем. Мы как бы не привязываемся к вещам. В 2019 году мы переезжали с детьми на машине, у нас машина была битком, была Volvo XC90, и тогда у нас на дорогу ушло вместе с платником бензин, она ела 95-й и достаточно много. На бензин у нас ушло 1013, ну и плюс платник, плюс там кофе пили, где-то рублей 15, точно не помню, ну 1015. По приезду на Красную Поляну, а мы переезжали именно на Красную Поляну, мы сразу заскочили, пообедали, 4 сутчика нам обошлось в 1000 рублей, а вот жилье, ребята, мы там стояли, искали, не нашли и решили снимать посуточно. Мы сняли посуточно, нам тогда повезло, сняли его как бы временно, за 1100 в сутки, но это временно превратилось аж в 4 месяца. Это как, знаете, не бывает ничего более постоянного, чем временно, это действительно рабочая такая поговорка. И когда мы приехали, мы сделали первый платеж как бы, да, не сразу на месяц, а сразу на 7 дней, так как эта вся история была посуточна. Соответственно, переезд в 2019 году нам обошелся порядка 22 тысяч рублей, ну как бы немного. А в 2020 году, да, вы сами видите, что творится, все закрыто, никуда там особо не поедешь, либо поедешь, но с каким-то жестким геморроем, тоже как бы не про нас история. Поэтому мы снова собрали все свои вещи и отправились, так сказать, зимовать в Сочи. Здесь мы, как говорил ранее, мы пробудем до того момента, пока нам не надоест, но мы уже переезжали на нашей новой машине, это Мерседеса, Мелька, Дизель, она ест гораздо меньше, чем Вольво, поэтому на дорогу у нас ушло на бензин 7 тысяч, ну, то есть на солярку. Еще мы купили карту Транспортер за 1050 рублей, я положил на баланс 1500, в итоге все эти деньги ушли. На еду у нас ушло порядка 5 тысяч, там, плюс-минус, мы там заезжали, в кафешки кушали. Ну, а по приезду в Сочи мы никуда не заселились, в смысле в квартиру, а мы сняли отельчик, который нам обошелся на две ночи в 3000 рублей. Мы сняли специальный отель, чтобы в спокойной обстановке посмотреть, изучить районы и понять уже точно, в каком бы районе мы бы хотели жить. И спустя сутки мы сняли себе жилье, которое нам сейчас обходится в 32 тысяч рублей, ну, плюс еще сейчас есть коммуналка, грубо говоря, там, 4-5 тысяч. Мы сразу, смотрите, мы заплатили за первый месяц, за последний мы договорились не платить, нас взяли просто страховой депозит в размере 20 тысяч рублей. Ну, и, соответственно, мы снимали сразу у собственника и обошли все эти риелторские комиссии. Итого, ребята, за переезд, который был в этом году, в 2020, он нам обошелся примерно, примерно в 70 тысяч рублей. Ну, это, конечно же, плюс-минус, там, в копейки не будем уже вдаваться в подробности. Ну, вот где-то вот такая средняя сумма у вас тоже, в принципе, выйдет. В общем, ребята, я считаю, что переезд это сугубо индивидуальная история. Сколько вы кушаете, где вы хотите жить, все индивидуально. Но существуют, конечно же, какие-то средние цифры. Я с вами ими поделился, я думаю, они ценные. Ну, а вы, в свою очередь, отблагодарите меня, поставьте лайк этому выпуску, репостните, возможно, кому-то это будет прям очень-очень ценная информация. Он собирается сейчас переезжать в Сочи на так называемую зимовку, либо вообще на совсем. Поддержите канал, подпишитесь лайком, поддержите. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Я с вами прощаюсь, увидимся в новых выпусках. Все, пока, всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok